Больше года прошло с момента введения в нашей стране обязательного социального медицинского страхования, которое нацелено на обеспечение жителей своевременной, доступной, качественной медицинской и лекарственной помощи. Людям стали доступны услуги, которые раньше были платными. Однако вопросы застрахованных граждан, которые ежемесячно платят взносы в фонд, растут с каждым днем все больше. Какие именно аспекты страхования волнуют жителей, узнавала наша съемочная группа. Для обратной связи с населением работает колл-центр 1406, мобильное приложение колл-дау, а также аккаунты в социальных сетях. В 2020 году посредством данных контактов в фонд социального медицинского страхования по Октябрьской области поступило 21 тысяча обращений. Среди поводов для обращения это получение статуса, отсутствие лекарственных средств, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг, качество оказания медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, несоблюдение сотрудников медорганизации, врачебной этики, диантологии, отказы в госпитализации. С введением медстраховки населению предлагаются такие виды услуг, которые раньше были недоступны или же платные. Однако очередей в коридорах поликлиник меньше не становится. Чтобы пройти МРТ или же УЗИ, приходится ждать месяцами. Для решения данного вопроса необходимо привлечь побольше частных клиник к оказанию услуг. Чем больше будет поставщиков, у кого имеется обширный круг исследований, и тем самым автоматически очередность на эти услуги будет уменьшаться. Поэтому мы над этим вопросом работаем. Кроме того, местные поликлиники просто обязаны иметь договор с лабораториями для сдачи анализов. И если вас отправляют сдавать их платно, обратитесь к руководству учреждения с просьбой продемонстрировать договор. Обратиться вы можете также, если увидели у себя в приложении Дому Мед приписки к врачам или услугам, которыми вы не пользовались. Да, из тех же период 21-го года уже у нас имеется два обращения, по которым эксперты мониторинга отработали у нас. Обращения были обоснованными, и к поставщику применены меры экономического воздействия. Также в 2020 году у нас было таких восемь фактов. Также реакция поступила, соответственно, были применены меры экономического воздействия и штрафы. Немаловажный вопрос для понимания, куда деваются деньги, если человек, исправно платящий страховой взнос, не обращался в больницу. Дело в том, что в фонде обязательного социального медицинского страхования действует система солидарности. И здесь у нас не система, допустим, как в Сингапуре, где индивидуальные счета, и человек только на свою медицинскую помощь платит из того, что он отложил. Система солидарности как раз позволяет, если человек не обращался за медицинской помощью, но тем не менее те средства, которые были нами вложены, они будут направлены на оказание медицинской помощи нуждающемуся в этот момент. Ну и основное это то, что на сегодняшний день незастрахованные граждане находятся в группе риска, поскольку медицинские услуги в рамках ОСМС им недоступны. Динара Абдуалиева, Галамжан Урынов, телеканал Актубе.